добрый день мы продолжаем с вами знакомиться с типовыми задачами которые можно встретить на интервью в хай-тек и сегодня мы поговорим о одной интересной задачи которую лично я встретил когда проходил интервью в intel эту задачу можно решить различными методами мы с чуть чуть об ней поговорим но самым как бы сказать практичным и напрашивающим решением является решение с помощью методов динамического программирования мы сегодня его видим кроме этого эту задачу можно решить с помощью рекурсии с помощью метода разделяя властвия но тут решение более сложное и менее интуитивное и многие ошибаются когда пытаются его реализовать точно до конца перед тем как я расскажу эту задачу я хочу еще немножко углубиться в историю рассказать про то как я решал эту задачу на интервью в intel значит когда эту задачу я получил она достаточно простая и классическая сразу же решил с методом методом динамического программирования и как выяснилось что те инженеры которые меня интервьюировали это были инженеры достаточно высокого седьмого уровня вообще-то не знали об этом методе и когда я решил эту задачу они просто были в шоке они даже не поняли если честно они не поняли что произошло вместо того чтобы писать какое-то длинное рекурсивное решение я написал одну две формулы сказал вот эти формула это и есть ответ они мне конечно не поверили они сказали что за формула поставить формулу числа я поставил эту формулу числа показал им что все верно они удивились в общем в итоге я поработал фирме выдали столько лет сколько захотел меня взяли но самое интересное через год после интервью я встретил в коридоре одного из этих инженеров он ко мне подошел я уже забыл как он выглядит и сказал ты знаешь я вот помню что ты как-то необычно решил и что так никто никогда ее не решал и что там было какое-то маратматическое программирование не мог бы ли ты мне показать его еще раз и я ему показал как эта задача решена видите то есть очень важно обладать некоторым арсеналом знаний который может вам пригодиться и для решения задачи и для того чтобы произвести впечатление на интервьюе но я хочу вам сказать что метод динамического программирования это базисный метод который многие студенты изучают и на курсе структуры данных или на курсе алгоритмов или на курсе методов оптимизации но к сожалению этому методу уделяется очень мало времени на уроках обычно это одно занятие и большинство его до конца не понимают несмотря на то что метод динамического программирования относительно простой и очень часто использован особенно среди программистов и математиков а также среди статистиков и актуалов итак в принципе существует отдельный курс по динамического программирования там всего 5 лекций я рекомендую вам его посмотреть вы только приобретете ничего не потеряете но сегодня мы поговорим о задаче которую мы решим с помощью этого метода я постараюсь объяснять так чтобы материал урока был вам понятен и вы поняли полностью все решение но тем не менее рекомендую посмотреть этот курс хорошо итак давайте начнем забудем про динамическое программирование мы пришли на интервью и получили следующую задачу нам дар массив чисел дар массив чисел a1 можно с нуля начать это совершенно неважно a2 до an и нам нужно в этом массиве найти подпоследовательность элементов массива с максимальной суммы так звучит задание найти подпоследовательность элементов массива с максимальной суммы все задание получено первый этап стоит понять задание давайте напишем первый этап понимание уточнение задание что такое подпоследовательность массива элементы в этой подпоследовательности массива идут подряд или возможные интервалы и что такое максимальная сумма возможно не все это понятно поэтому стоит уточнить а стоит задать вопросы интерьерам что они имели ввиду итак можно задать первый вопрос что такое подпоследовательность элементов массива Что вы подразумеваете? И вполне возможно, что у нас следующий ответ. Подпоследовательность элементов массива. Это элементы массива, идущие подряд. То есть с индекса ai, ai плюс 1, ai плюс 2 и так до ag. Это подпоследовательность элементов массива. Длиной j минус i плюс 1. Нам дан массив, нам нужно найти подпоследовательность суммы элементов, которые максимальны. С максимальной суммой это имеется ввиду подпоследовательность суммы элементов, которые максимальны. Это условие. Вполне возможно, пока что на этом этапе мы не до конца его поняли, или по крайней мере не до конца прочувствовали это задание. Поэтому стоит перейти к следующему этапу, попробовать некоторые примеры. То есть в понимании уточнения мы сами уже выделяли такой подэтап, как простые примеры. Давайте возьмем, допустим, массив длиной 1, 2, 3. Ой, извините, массив, состоящий из чисел 1, 2, 3. В нем есть подпоследовательность, состоящий только из единицы, только из двойки, только из тройки. В нем есть подпоследовательность, состоящая из единицы и двойки, из двойки и из тройки. И есть подпоследовательность, которая содержит весь массив Один, два, три Сумма, я напишу другим цветом Этой подпоследовательности элементов этой подпоследовательности равняется единице Этой двойке, этой тройке Сумма подпоследовательности, состоящей из единицы и двойки, равняется трём Сумма элементов подпоследовательности, состоящей из двойки и тройки, равняется пяти И сумма элементов подпоследовательности, состоящей из всех элементов, равняется, как вы видите, шести Ага, посмотрите внимательно Видите? Кажется, вопрос очевиден Ответ очевиден. Подпоследовательностью максимальной суммы является весь массив, в случае, что все элементы в массиве положительные. Если все элементы положительные, мы просто берем весь массив. Это подпоследовательность, и ее сумма, элементов ее максимальная. Соответственно, в процессе понимания условий у нас возник следующий вопрос, который мы задаем. А какие же элементы в массиве? И этот вопрос можно было задать в самом начале, но, допустим, мы не успели, не сообразили или решили задать сейчас. Какие же элементы в массиве? У нас есть даже готовый ответ, что если все элементы в массиве положительные, можно это проверить, то надо вернуть всю подпоследовательность. И, возможно, ответы турьера будут следующие. Элементы в массиве – это положительные и отрицательные числа. Или это все действительные числа. Хорошо, то есть мы написали простой пример, посмотрели примерно, как может выглядеть решение. У нас появился наводящий вопрос, какие элементы могут быть в массиве. И нам сказали, что в массиве могут быть и положительные, и отрицательные элементы. То есть мы это с вами продемонстрировали с помощью простого примера наводящие вопросы или уточнения. Это тоже важный элемент интервью, наводящий вопросы, уточнения. Это все важно, потому что, как мы с вами уже говорили, на интервью смотрят не только на решение задачи. Решение задачи может быть вообще неверным, а на весь процесс. Насколько весь процесс консистентный, насколько он естественен, насколько вы более-менее правильно выражаете свой процесс мышления, насколько вы советуетесь, пытаясь понять задачу и задавая наводящие вопросы. Ведь решить задачу, которую вы не поняли, и решив ее еще и неверно, это достаточно плохо. Никто ведь не мешал спросить и уточнить решение задачи. Интервьеры открыты на интервью и помогают решить задачу. Итак, мы находимся с вами на первом этапе понимания уточнения задачи. Мы задали ряд вопросов, и мы узнали, что элементы в массиве могут быть любые. Как только мы это узнали, мы можем взять другой пример. Допустим, с положительными и отрицательными числами. Допустим, 1, минус 2 и 3. Тогда что у нас здесь изменится? Давайте изменим. Здесь будет минус 2, здесь 3, здесь будет 1. Здесь будет 1 и минус 2. Это минус 1. И все вместе будет минус 2 и 1, 1, 4. В данном случае все равно оказалось, что максимальная предпоследовательность это взять весь массив. Но это не показательный пример. Поиграйтесь, возьмите несколько примеров и увидите, что это уже не всегда. Иногда бывает выгоднее взять какой-то кусок и не брать весь под массив. Дайте такой пример. Итак, мы прочувствовали, поняли задачу и рассмотрели ее на несколько простых случаях. И вот у нас заняло, допустим, 5-10 минут. И уточнили условие. Теперь мы можем перейти к решению задачи, по крайней мере, к попытке решения задачи. Возможно, что вам повезло и вы знаете решение задачи. И вы можете сразу пойти и решить задачу оптимальным способом. Но, как правило, очень часто это не так. То есть решение стоит найти. И, как мы с вами уже говорили, иногда стоит начать с того, что предложить верное, но не оптимальное решение. Или же предложить верхнюю оценку для решения. То есть решение не оптимальное, но, тем не менее, хорошее. Все другие оптимальные решения будут более быстрые. Итак, давайте подумаем над неоптимальным решением. Потом мы поговорим об оптимальном решении. Итак, неоптимальные решения, которые самые тривиальные. Неоптимальных решений бесконечное множество. Давайте подумаем, какое из неоптимальных решений является интуитивно понятным и тривиальным. На мой взгляд, это следующее решение. Давайте найдем все подпоследовательности, посмотрим, чему равняется сумма каждой из них, и найдем максимальную. Это самое простое решение, которое может прийти в голову. Решение 1. Неоптимальное, но интуитивно тривиальное. Которая состоит в следующем. Найди все подпоследовательности. Давайте их обозначим так. С1, С2 и так далее. Вычисли сумму элементов каждой из найденных подпоследовательностей. И вычисли максимум. Найди максимальную. Вот такой алгоритм, который мы написали не в деталях, а на самом верхнем уровне абстракции. Найди все подпоследовательности. Как найти? Это отдельный вопрос. Вычисли сумму элементов каждой из найденных подпоследовательностей. Как ее высчитать? Это отдельный вопрос. И среди них найди максимум. То есть этот алгоритм не детальный, а это такой high-level дизайн. Есть очень много важных уточнений, которые повлияют на временную сложность этого алгоритма. Итак, вот мы предложили самое простое решение. Оно интуитивно тривиальное. Давайте оценим его временную сложность. И эта сложность будет являться верхней оценкой для оптимального алгоритма. И любого другого, который лучше, чем он. Зачем мы это делаем? Мы делаем по нескольким причинам. Во-первых, решая разрабатывать этот алгоритм, мы, наше подсознание продолжает работать, мы продолжаем думать. И вполне возможно, в процессе решения разработки неоптимального алгоритма у нас формулируется идея о том, как решить этот алгоритм более оптимально. Во-вторых, вполне возможно, разбирая этот алгоритм, мы увидим узкие или неоптимальные места тут. И сможем их улучшить. В-третьих, возможно, что мы не сможем найти на интервью оптимальное решение. Мы хотя бы продемонстрируем это сап-оптимальное решение, но мы сделаем это лучшим способом, который мы только можем. И есть еще другие плюсы, которые так или иначе помогут нам произвести впечатление на интервью и показать, что мы знаем, мы умеем мыслить, мы знаем, как работать с алгоритмом, как составлять алгоритм, как анализировать этот алгоритм. Но не повезло, и мы не нашли оптимальный алгоритм. Или же да, повезло, и мы нашли оптимальный алгоритм. Но начали мы с этого и так. Итак, давайте попытаемся оценить примерно сложность работы этого. Итак, нам надо носить все подпоследовательности. Сколько есть подпоследовательностей? Смотрите. Это наш массив A1, A2 до A-N. Каждая подпоследовательность задана начальным и конечным элементом. То есть нам надо выбрать один элемент, который будет начальный, а второй, который будет конечный. То есть нам надо выбрать два элемента из A. То есть всего подпоследовательности это 2 из n. Или грубо вы можете сказать, что количество подпоследовательств непорядка θ от n в квадрате. Далее нам надо вычислить сумму элементов каждой подпоследовательности. Как мы будем вычислять сумму элементов? В самом неоптимальном случае мы просто пройдем и просуммируем все элементы подпоследовательности. Самое длинное подпоследовательство длиной n. Соответственно посчитать сумму элементов подпоследовательности стоит нам θ от n. И потом нам надо найти максимум. У нас есть n в квадрате элементов, мы проходим по ним и находим максимальный. Это нам займет тоже θ от n в квадрате. Итак, смотрите, у нас есть θ от n в квадрате подпоследовательности. И каждой из них надо найти сумму. То есть это θ от n в квадрате умножить на θ из n. Каждой подпоследовательности надо сделать θ от n шагов, чтобы найти сумму. То есть умножить. И потом нам надо найти из n в квадрате полученных элементов максимум, это займет нам θn в квадрате. Итак, наш тривиальный алгоритм, детали которого мы не обговорили, будет работать θ от n в кубе времени. Теперь можно обратиться опять к контролирую и спросить, хочет ли он, чтобы мы более детально поговорили об алгоритме, об этом, более детально обсудили его реализацию. Или стоит прийти дальше к более оптимальному решению. В результате вы можете сказать, вот я нашел алгоритм, временная сложность работы которого кубическая, и нам необходимо помнить все, может понадобиться помнить все максимумы, все значения сумм, их n в квадрате, поэтому сложность по месту хранения может быть у этого алгоритма n в квадрате. Память n в кубе, θn в кубе, и, извините, память временная сложность, и сложность по памяти n в квадрате. Вот такой вот мы придумали алгоритм, теперь мы обращаемся к тюрьеру, что он хочет дальше. Допустим, он может спросить нас, можем ли мы улучшить этот алгоритм. Да, этот алгоритм можно улучшить, я скажу это в нескольких словах, подумайте сами до конца о реализации. Смотрите, когда мы считаем сумму, вот в этом наивном алгоритме мы каждый раз сумму считали подпоследовательности заново, просто брали все ее элементы и складывали. На самом деле это не так. Как только мы нашли сумму, допустим, вот такой подпоследовательности, чтобы найти в следующий раз сумму следующей подпоследовательности, следующей, да, нам не надо складывать заново все элементы, нам надо в предыдущей сумме добавить еще один элемент. Здесь мы используем эту идею, что мы сможем здесь вместо θ от n получить θ от константы. Для этого надо по-умному считать сумму на каждом шаге. И тогда в итоге мы получим алгоритм, временная сложность которого будет квадратичная. Кроме того, нам не надо хранить все суммы, а нам надо достаточно хранить время, там, несколько сумм. То есть можно было указать линейное количество сумм, поэтому мы сможем, нам не обязательно хранить все суммы, а только некоторые из них. И мы сможем, подумайте какие, и мы сможем получить алгоритм, временная сложность которого n в квадрате, θ от n в квадрате, а сложность по памяти θ от n. Это тоже тривиальный алгоритм, немножко более хитрый, и он уже более лучше, чем наш предыдущий алгоритм. Квадратичная сложность по времени и линейная сложность по памяти. Уже лучше, чем тот алгоритм, с которого мы начали. Итак, о нас могут спросить, сказать, хорошо, предложите еще более лучший алгоритм. И тут уже решение, в принципе, разветвляется, и можно пойти несколькими путями. Один из методов попробовать применить технику разделяя и власт. Эту технику также учат в рамках алгоритма, но ее иногда называют рекурсией в том числе. Данная задача не самая эффективная, я не буду показывать это решение, но вы подумайте над ним сами. Если это у вас до конца не получится, посмотрите в интернете. Идея состоит в следующем. Вот у нас есть массив. Мы хотим здесь найти подпоследовательность элементов максимальной суммы. Эта подпоследовательность может быть или целиком лежит в левой половине, где-то тут, не включая последний элемент. Или же она целиком лежит в правой половине, не включая первый элемент. Или же она лежит где-то тут, посередине. То есть мы берем кусок тут, включая последний элемент, кусок тут, включая первый элемент и соединяем. Соответственно, мы можем воспользоваться методом разделяя гласность, запустив рекурсивно на левый, на правый и обработав серединный случай. И таким образом элементарная реализация даст нам алгоритм, который работает за n log n. Подумайте сами, как это сделать. Уже лучше, чем n в квадрате. Но здесь очень много достаточно тонких деталей, которые, если вы начнете писать программу, в которых можно ошибиться. Но тем не менее получится решение. И это, в общем-то, самое распространенное решение, которое обычно дают на интервью. Теперь давайте решим эту задачу с помощью методов динамического программирования. Мы получим с вами решение за линейное программирование, по-моему. Сейчас посмотрим. Итак, решение с помощью методов динамического программирования. Решение с помощью методов динамического программирования. Повторюсь, нинамическое программирование в принципе должны учить всех, и учат всех программисты, и математики, и другие смежные специальности. Но учат его настолько мало, настолько, что большинство его просто забывают и жат. Это очень часто встречающий метод, и решаются очень многие задачи. Не все, не большая часть, но достаточно много задач на интервью. И, в общем-то, в различной исследовательской, прикладной деятельности, повседневной во время работы. Итак, в чем заключается решение с помощью методов динамического программирования? По большому счету, оно стоит следующее. У нас есть большая задача, в которой множество элементов. Множество параметров состояния. В нашей задаче это элементы массива. Но, в общем-то, есть какие-то параметры. И надо найти какой-то максимум, минимум, или какую-то оптимальную функцию на этом множестве. Динамическое программирование решается задачу поэтапно. Мы вначале решаем задачу для одного элемента. Используя решение задачи для одного элемента. Мы решаем задачу для двух элементов. Находим здесь оптимум. Используя найденный оптимум для двух элементов. Мы находим оптимум для трех элементов. Вот уже используя полученный оптимум для трех элементов, мы находим оптимум для четырех элементов. И так далее, пока мы не получаем решение всей задачи. В динамическом примере можно пользоваться не во всех задачах, а в тех задачах, где структура решения позволяет нам находить оптимум для n элементов, при условии, что мы только что нашли оптимум для n-1 элемента, и это называется свойством сабоптимальности, подоптимальности для подзадач. Этот метод не применим ко всем задачам, а то, как к некоторым из них, структура которых похожа на матроид. Да, в общем-то, есть по сути матроид, но это сейчас не важно, хотя эту фразу можете сказать на интервью. Итак, если не боитесь, что вас спросят про то, что такое матроид. Хорошо. В принципе, по аналогии с этим методом мы и будем решать задачу, только в отличие от этого абстрактного рисунка у нас с вами сейчас, у нас есть массив, поэтому нам будет проще даже, нам не надо разбивать эту структуру. Что это значит? Смотрите, вот наш массив. a1, a2, a3, an-2, an-1, an. Да? Надо найти здесь подпоследовательность элементов максимальной суммы. Мы вначале найдем подпоследовательность элементов максимальной суммы только для последнего элемента массивы. Это очень просто. Или мы включаем этот элемент, если он положительный, или мы его не включаем, если он отрицательный. И все. Решение найдено. С помощью этого решения мы увидим с вами, как найти решение для двух последних элементов массива. И найдем его. Потом, с помощью решения для последних двух элементов массива, мы найдем с вами оптимальное решение для последних трех элементов массива. И так далее, продолжая, мы в итоге получим с вами ответ для всего массива. Это и будет исходным ответом. Да? Причем наша сложность, в данном случае, насколько я помню, будет линейной. Мы с вами это проверим сейчас. Это намного лучше, чем n лов g, чем n в квадрате, тем более n в кубе. Опять же, для тех из вас, кто совершенно забыли, что такое динамическое программирование, или плохо его изучил, может быть не очень понятно, почему я так делаю. Но постарайтесь, во-первых, понять, что я делаю. Что я делаю, будет понятно, почему я делаю. Потому что так диктует мне опыт и мои знания динамическое программирование. И вам стоит также приобрести и потренироваться в динамическом программе. Итак, давайте начнем с решения задачи. Нам понадобятся два обозначения. Смотрите, из-за того, что у нас есть положительные и отрицательные элементы, мы никогда не знаем, стоит ли брать последний элемент. Потому что если он отрицательный, его лучше выкинуть. Мы говорим про последний элемент. Если он положительный, то вполне возможно его стоит взять. Поэтому мы с вами определим две функции. Мы обозначим через f i+, и через f i- в скобочках f i- максимальную сумму максимальную сумму элементов подпоследовательности максимальную сумму элементов подпоследовательности массива AIT, AI плюс 1 до AN. То есть, видите, мы начинаем с элемента AI, какого-то этапа, да? Максимальную сумму элементов подпоследовательности массива AI до AN, включающего для плюсика включающего, а для минусика не включающего не включающего AI. То есть, у нас будет два обозначения. Мы не знаем, стоит ли нам брать крайние элементы. Может быть, стоит, может быть, не стоит, поэтому мы введем два обозначения. F плюс I это максимальная сумма элементов подпоследовательности массива, начинающего с индекса I до конца, включающего AI. Это значит, что этот подпоследователь начинается с элемента AI. И FI минус не включает AI, это значит, что массив начинается после этого. Как меняются наши индексы? Индексы меняются, нам надо решить задачу от 1 до N. AI идёт от 1 до N. Что является решением задачи? Решением задачи нам надо посмотреть на весь массив. Теперь смотрите, этот весь массив в нём есть подпоследовательность максимальной суммы. И она или включает I1, или не включает, мы не знаем заранее. Соответственно, решением задачи является максимум между F1 плюс и F1 минус. Когда мы с вами посчитаем итеративно F1 плюс и F1 минус, найдя из них максимум, мы найдём сумму максимальной подпоследовательности. Пока что мы это не знаем. Итак, мы с вами ввели определение. Сейчас мы покажем, по какой формуле посчитать, как итеративно посчитать FI. И после того, как мы задаем эту форму, мы сможем получить, в общем-то, конечный ответ для задачи, продемонстрируем решение, чтобы было более понятно. Так, в общем-то, решается большинство задач на миску программирования. Создают, пишется, понимается структура задачи, пишется итеративное уравнение и, в общем-то, показывается, как его посчитать более оптимальным способом. Итак, давайте начнём с конца. У нас есть последний элемент массива. Вот наш массив, это только AN. Тогда FN+, это максимальная сумма подпосредственность, начинающаяся с этого элемента до конца, включающая этот элемент. Это может быть только этот элемент. И сумма будет равняться AN. FN- это подпосредственность максимальной суммы, начинающейся с этого элемента и не включающей его в этот элемент. Это пустая подпосредственность, её сумма равняется нулю. То есть очень просто. FN+, равняется AN, FN- равняется нулю. Это, грубо говоря, условие остановки. Если мы смотрим на этот объект как на рекурсивы Теперь нам надо посчитать в общем виде fi плюс и fi минус Давайте посмотрим, опять же, решение достаточно интуитивное Итак, смотрите, вот наш массив ai ai плюс 1 до i Мы хотим с вами найти здесь, посчитать здесь сумму максимальной подпостности Которая начинается с этого элемента Чему равняется сумма? Так она начинается с этого элемента, то мы должны его посчитать Это ai плюс Теперь смотрите, возможно два варианта Или этот подпостность продолжится дальше Или она не продолжится, закончится От чего это зависит? Это зависит от того, стоит ли нам взять максимальный подпостность, включающий элемент ai плюс 1 Или нам не стоит его брать То есть, в принципе, у нас есть два случая Максимум из двух случаев Если мы возьмем подпостность, которая начинается с этого элемента Тогда мы сможем ее прибавить к этой подпоследовательности Но сумма подпостность, которая начинается с этого элемента Есть не что иное, как f плюс i плюс 1 Но может быть нам не стоит брать подпостность, которая начинается с этого элемента Потому что она отрицательная или, допустим, не перевесит И тогда мы здесь получим 0 Тогда мы не будем ее брать То мы возьмем... здесь у нас будет 0 Итак, f i плюс считается по этой итеративной форме Или же мы объединяем два массива Тогда продолжение должно у нас стартовать тут Поэтому берем f плюс i плюс 1 Или же мы не берем Тогда мы возьмем только это или нет Будем брать мы или нет Зависит от того, положительное это число или нет Так считается f i плюс Теперь давайте посчитаем f i минус f i минус Вот наш массив И так далее Этот элемент мы не берем Тогда максимальная сумма Подпостность, начинающая после элемента a i Она или включает a i плюс 1, или не включает Так как это максимум, то это будет максимум f i плюс 1 То есть, или мы начинаем с следующего элемента и включаем его Или мы начинаем с следующего элемента и не включаем его Итак, вот эти две формулы Плюс условия остановки Дают нам решение задачи Как мы получаем решение задачи? Очень просто Смотрите Мы считаем f n Это нам стоит один шаг С помощью f n мы считаем по этим формулам f n минус первое С помощью f n минус первое мы считаем f n минус второе И так далее, пока мы не найдем f первое И потом мы берем максимум из f первого Плюс и f первого минус И получаем решение задачи Какая скорость решения задачи? Сколько здесь есть этапов? Сложность Здесь есть n этапов На каждом этапе мы считаем Постоянное количество операций Здесь плюс и максимум Ну просто максимум То есть сложность работы этого алгоритма Она линейная Временная сложность Нам достаточно помнить предыдущие значения То есть можно не временная, извините, а сложность по памяти Константная То есть алгоритм работает линейное время И сложность по памяти константная В общем-то можно показать, что это оптимальный алгоритм Нельзя найти то, что от нас требуется быстрее, чем за линейное время Потому что надо как минимум просмотреть все элементы массива И это требует линейное время То есть наш алгоритм будет и лучше, чем те, что мы уже сработали И кроме того, он будет оптимальным Итак, давайте продемонстрируем, как работает наш алгоритм Потому что это важно для понимания задач И кроме того, вас могут попросить продемонстрировать это Давайте возьмем какой-нибудь интересный пример Допустим, 8, минус 7, 6, минус 3, 2 Вот наш массив Это A1, A2, A3, A4, A5 Давайте сделаем чуть по-другому Тут, допустим, 5, а тут 6 Итак, давайте начинаем с конца Нам надо почитать F6+, и F6- Будем писать это тут в таблице Действительно, да? F6, извините, 6, F+, F- Я буду наверху писать, чтобы было видно 6, 5, 4, 3, 2, и 1 А здесь у нас будет F+, F- Итак, начинаем с конца F+, F6, это последний элемент, это 6 Максимальная последность, которая включает, начинает с конца F6, последний элемент, это 6 F- это 0 Отлично Все, у нас есть решение для вот этого маленького подмассива Теперь мы расширяем его, наше решение на последние два элемента массива с помощью итеративных форм Итак, F5+, равняется A5-7, плюс максимум между плюсом и 0 Максимум дает нам тут 6, да? 6 и 0, максимум будет 6 6 плюс минус 7, это минус 1 Минус 1 Итак, максимальная подпоследователь, которая начинается с A4 и включает этот элемент, это минус 1 Абсолютно верно Теперь давайте посчитаем F5-, максимальная подпоследователь, которая начинает с этого элемента и не включает его Это максимум между двумя следующими значениями Максимум между 6 и 0, это 6 Проверьте абсолютно верно Следующий шаг Опять считаем теперь F4+, это 6 Плюс максимум между предыдущим плюсовым значением и 0 Максимум между этим значением 0, это 0 Мы получаем здесь 6 F- это максимум между двумя следующими значениями, это также 6 Продолжаем Тут Теперь мы уже V2, правильно? Сейчас, извините, я сбился Это было 5, это 4, это 3 Теперь мы считаем второе Второе, это минус 3 Плюс максимум между 0, и что было? Минус 3 Максимум между тем, что было, это 6 Минус 3 и 6, это 3 Тут у нас есть максимум между двумя этими значениями, это 6, не влияет Теперь мы тут Это 5 Плюс максимум между этим и 0, это 3 Это 8 А здесь у нас максимум между 3 и 6 Это 6 Итак, конечный ответ Это максимум между двумя последними цифрами в таблице Это 8 Осталось только его восстановить Это не сложно сделать с помощью того же демископрограммирования Подумайте, как это сделать Это не сложно Итак, максимум мы сказали, это 8 И как он получается? Мы не ошиблись, тут 7 должно получиться, да? Нет, это 8, да Мы не ошиблись, вот этот максимум Это минус 5 5, минус 3 и 6 Для того, чтобы получить этот максимум Нам понадобится, я сейчас скажу несколько слов Нам понадобится в скобочках записывать, откуда мы пришли в максимум Какой элемент из этих мы взяли Этот или этот, этот или этот Как только мы в скобочках запишем, какие решения мы принимали на каждом из шагов То мы сможем потом из этой восьмерки восстановить оптимальные решения Подумайте сами о деталях, это не сложно Если у вас возникает вопрос, посмотрите курс по динамическому программированию Итак, задача решена Мы продемонстрировали ее решение И последнее, что опять же стоит сказать Мы это уже сказали Временная сложность полученного алгоритма линейная Сложность по памяти константная Этот алгоритм является оптимальным Потому что мы не сможем найти требованные максимальные суммы Не пройдясь по всем элементам массива Почему, вас могут спросить Это может потребоваться объяснение Потребовать объяснение, подумайте сами Хорошо? Итак, пройдите до конца Поймите это решение И я хочу только просуммировать все, что мы с вами видели И на этом закончить это занятие Итак, мы видели с вами задачу Прежде всего Изначально, конечно, мы не знали, как ее решать И так очень часто и бывает Мы не знаем, о, здесь задача систематического программирования Мы пробуем Итак, мы получили с вами задачу И действовали согласно следующей схеме Мы уточнили решение В процессе понимания Я нарисую другим образом В процессе понимания мы уточняли решение Вот так давайте сделаем То есть в процессе понимания мы постепенно уточняли решение И это было важно В принципе, нет большого полезности решить ту задачу, которую нам не задавали Это вообще как бы решение Приболее никто не мешает нам на интервью задавать вопросы Итак, в процессе понимания мы уточняли решение задачи до тех пор, пока мы не поняли до конца Полное понимание Полное осмысление После того, как мы поняли задачу Как мы ее понимали с помощью базисных примеров Базисных 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 примеров Иногда помогают не базисные примеры, а наоборот крайние примеры Примеры, в которых что-то нарушается После того, как наступило полное осмысление Мы перешли к решению задачи И тут уже возможны варианты Может быть, но это достаточно относительно редко Что вы знаете эту задачу Или к вам сразу же пришло решение Да так, хоп, увидели, о, я знаю Но, как правило, так не бывает Если вам решение известно, вы можете попытаться решить задачу Мы же с вами пошли другим путем Мы начали с тривиального решения Тривиальные решения Плюс его анализ Его полный анализ Полный анализ После того, как мы рассмотрели тривиальное решение Мы нашли с вами более лучшее решение А потом уже мы с вами получили оптимальное решение И также его анализ И на этом мы закончили Обратите внимание, что не всегда на интервью Вы перейдете к этому этапу Но нет ничего плохого Хорошо показать интервьюерам И продемонстрировать способность найти тривиальные И улучшить тривиальные решения До какой-то степени Это тоже хорошо Чем более уверенно, более подробно вы будете анализировать Чем больше шансов, во-первых Что вам придет в голову более оптимальное решение Или самое оптимальное И тем больше шансов продемонстрировать И оказать хорошее впечатление на интервьюера На этом мы закончим сегодняшнее занятие Надеюсь, что все было понятно И опять же, я рекомендую посмотреть Те пять лекций по поводу динамической программирования Которые у нас с вами выложены Всего хорошего, до свидания